Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Антон Флёров, я куратор Института театра. Я, честно говоря, заготовился поблагодарить, что вас так мало, но вас, в общем, довольно много. И я вас за это тоже очень благодарю. Спасибо, что собрались, спасибо, что заинтересовались нашей встречей. В рамках академических разговоров Института театра в электротеатре. Сегодня у нас особый академический разговор, потому что мы принципиально изменяем формат. Институт театра — это образовательно-исследовательская платформа, которая строит свою деятельность и свои проекты вокруг проблематик, вокруг сложных и неоднозначных явлений, трендов, форматов, художников. Всё то, что составляет проблему, о которой нужно дискутировать. Сегодняшняя встреча принципиально лишена проблемы. И это для нас важно, потому что Институт театров существует уже определенное количество времени, и все его проекты строятся как раз вокруг тех спорных вопросов, которые лежат в основе каждого отдельного проекта. Круг сотрудничества партнеров, экспертов формируется под проблему, и он достаточно широкий. Но есть определенный набор людей, профессионалов в театре, которые оказываются удивительным образом релевантны для очень разных запросов, для очень разных проектов, для очень разных идей сотрудничества. И когда я говорю для очень многих, это совершенно не статистика. Никто не подсчитывал, никто не голосовал, но эти люди являются для нас, как для организаторов Института театра, референсами. Мы постоянно обращаемся к их экспертизе, постоянно их приглашаем в проекты. И что не менее важно, эти люди не жмутся и не капризничают, и с радостью, с интересом откликаются на наш запрос, на наши проблемы и на наши нужды, приезжают, включаются, включаются со всей силой своего недюжего профессионализма. И сегодня наша первая встреча с такой категорией людей, которых мы назвали новыми академиками. И эти новые академики — это не те академики, которые пришли на замену старым академикам. Это академики нового театра, новых форм театра, новых способов делать театр, новых театральных, сценических, перформативных практик. Те люди, которые занимаются новым театром, которые тематизируют и проблематизируют новый театр. Наша сегодняшняя встреча с режиссером Дмитрием Волкостреловым, выпускником СПБГТ, курс Додина, художественным руководителем театра «Пост» и с недавнего времени центра имени Мирхольда. Отсылка к Додину, в общем, наверное, какая-то дань формальности, потому что для сегодняшнего Волкострелова гораздо более важными референсами в его работе является сотрудничество с драматургом Павлом Пришком, художником Ксенией Перетрухиной, ну и, наверное, нужно обязательно назвать постоянных артистов театра «Пост» Алену Старостину и Ивана Николаева. Нам важно поговорить с Дмитрием о том, каким театром он занимается, что его интересует в театре, и мы сделаем это сначала, предоставив слово ему. Он расскажет о проблемах, которые его интересуют в театре, и театре, которые его интересуют, и дальше мы его немножко сможем помучить и порасспрашивать. Лучше бы... Да, раз, два, три, да. Но мне было бы, конечно, гораздо приятнее, если бы сразу начали мучить и расспрашивать, потому что сложно существовать в таком формате монолога. Прежде всего, потому что, как мне кажется, тот театр, который мне интересен, это театр, с которым мы занимаемся, в театре «Пост», и театр, который я пытаюсь привносить, когда я с собой, когда я работаю где-то не в театре «Пост», где-то в государственных театрах Петербурга или Перми, или еще где-то. Вот прошлое лето у меня было очень увлекательно. Я посетил Шарыпова, я работал в Шарыпово на лаборатории во Владивостоке. И мне кажется, так или иначе, ну, когда ты приносишь тот багаж в теме, из того, куда ты приходишь, и дальше начинаешь работать с людьми, и тот театр, которым мы так иначе занимаемся, он все равно, как мне кажется, очень настроен на диалог прежде всего. То есть я не очень... Я понимаю, что мне приходится, так или иначе приходится это делать, существовать какое-то время в формате монолога, когда ты приходишь к незнакомым тебе людям, и ты пытаешься им рассказать что-то про театр, про как ты его понимаешь, про шире искусства, как ты его понимаешь, и что для тебя в этом важно и ценно. И должен сказать, что для меня очень важно прежде всего что, ну, когда мы начинаем работу, начинаем репетировать, то прежде всего я, когда вот начинаю работать с незнакомыми людьми, первый вопрос, который я им задаю, как раз он провоцирует их на диалог, потому что мне нужно понять, что мы, где мы, в какой точке мы находимся, и мы начинаем с того, что мы... Я спрашиваю людей, скажите, а как вам кажется, для чего нужен театр? И шире, для чего нужно искусство? И мы достаточно много тратим времени на разговоры об этом. То есть, как бы, наши репетиции – это, как правило, разговоры, и иногда мы же это делаем. Но начинаем мы как раз именно с этого, с того, что я спрашиваю, что такое, зачем, зачем вообще, в принципе, это нужно. Это искусство, это и театр, в частности. Для чего? Вопросы, ответы, конечно, бывают очень разные, и я всегда говорю, что неправильные ответы здесь не существуют, но просто мне кажется важным этот вопрос себе регулярно задавать, потому что, ну, как правило, ты впадаешь в какую-то... Когда ты работаешь в театре, особенно в государственном театре, один год, второй, третий, четвертый, пятый, ты впадаешь в некую рутину, и в этой рутине не прибываешь, и забываешь задавать себе этот вопрос. Собственно говоря, зачем я здесь оказался, и для чего я здесь нахожусь, зачем мы это делаем вообще, в принципе. И с этого мы начинаем, мы разговариваем, и вот поэтому я и говорю, что в формате монолога сложно, но сейчас еще немножечко чуть-чуть поговорю. И когда, в свою очередь, актеры у меня спрашивают, а вам-то кажется театр, или тебе кажется театром, для чего и зачем, то, честно говоря, в последнее время, ну, вот мне кажется, что там несколько лет назад у меня был какой-то ясный, четкий ответ. И чем больше времени проходит, чем больше этим я занимаюсь, мы занимаемся этим, тем более неясным становится ответ на этот вопрос. Потому что изначально, когда мы начали работать, там казалось, да, мы занимаемся современностью, мы занимаемся в театре тем, что мы пытаемся понять что-то про современность, про сегодняшнего человека. Мы занимаемся современными текстами. Для нас это важно с помощью театра, потому что, ну, там, какое-то время назад в русском театре очень редко можно было, и сейчас редко, конечно, но все равно сейчас чуть больше, чем какое-то время назад, очень редко можно было встретить современный текст. И у меня даже была какая-то такая шутка, я ее любил шутить, когда я говорил, что, ну, вот, как вы думаете, а почему в русских театрах актеры так много пьют? Потому что они приходят в театр и занимаются вот этими прекрасными великими текстами, Шекспиром, Чеховым. Я вообще нисколько не умоляю значение и важность этих текстов. Это очень важные тексты, которые имеют очень косвенное отношение к современности, к современной реальности. И актер занимается этим текстом, а потом он выходит на улицу и наступает ногой в то, что он наступает. И театр его никаким образом не дает ему какого-то такого инструмента для того, чтобы с этой реальностью, в которой он оказывается, справляться. И по-прежнему, когда я приезжаю куда-нибудь в какие-то далекие города, я вижу, что это действительно, может быть, это тоже остается важной какой-то историей. Но для меня внутри, возможно, это какая-то, вот то, что я сейчас сказал, современность и такое острое внимание к ней и занятие именно ею, возможно, сейчас не является столь важным и столь необходимым. Хотя, когда мы начинали театр «Пост», у нас был даже манифест, который до сих пор, мне кажется, у нас висит в социальных сетях о том, что одним из постулатов этого манифеста это было, что мы занимаемся современностью. Мы там цитировали Бодрияра, по-моему, который говорил о том, что мы живем в мире после оргии, что все уже случилось и так далее, и так далее. Но жизнь оказалась гораздо интереснее, чем предполагал там Патриарх. На самом деле нет. Как мы видим, еще много чего интересного нам предстоит. И мы прямо сейчас это наблюдаем. И там не только про это говорилось в этом манифесте, но важно то, что мы в какой-то момент действительно от этого манифеста отошли, и мы перестали, не перестали, но стали заниматься не только современными текстами, конкретно Павла Пришко, который является для нас самым важным драматургом и остается таковым. И мы продолжаем работать с его текстами. Но и Павел, как мне кажется, очень меняется. И его тексты, которые он предлагает, тоже очень изменяются. То есть да, они, безусловно, по-прежнему имеют какое-то отношение к современности, к современной реальности. А с другой стороны появляются тексты, которые буквально состоят из песен 80-х или 80-х годов. Казалось бы, где здесь современность? Или у нас в театре мы начинаем делать спектакли по текстам, по дневникам художника Возрождения Юкопа де Панторма «Это XVI век». Или мы делаем спектакль по перестинным грамотам новогородским. То есть современность в таком своем горячем понимании, жгучем, обжигающем понимании не то чтобы ушла из сферы наших интересов, но не только она является сферой наших интересов. И возвращаясь к этому вопросу, с которого я начал, действительно, можно сказать, что, возможно, это связано с тем, что наше понимание сегодняшнее, мое понимание театра, оно как-то изменилось, или, я не знаю, или оно вообще стало утрачено, скажем так. Но, еще раз говорю, несколько лет назад я бы точно вам сказал, зачем нужен театр. Сегодня у меня есть всего один ответ, и мне кажется, этот ответ сколь же абстрактен, столь и достаточен и слишком прост, мне кажется. Мне кажется, что театр сегодня – это прежде всего способ коммуникации. Театр сегодня – это прежде всего место, пространство, где мы можем не бояться коммуницировать друг с другом, где мы можем вступить в какие-то отношения, и эти отношения могут длиться какое-то время. Что это за театр? Он может быть абсолютно любым, он может быть хорошим, может быть плохим, но там коммуникации может быть не очень, конечно. Но прежде всего, мне кажется, это некое пространство, в котором мы можем оказаться на какое-то время. И я должен сказать, что когда я начинаю репетировать, не репетировать, а работать с актерами, с людьми, то, на самом деле, честно говоря, любимое мое занятие, что я действительно больше всего люблю в этом процессе, это вот самое начало, когда мы знакомимся. И объясню, почему. Потому что потому что все, что происходит потом, это тоже может быть здорово и интересно, но в самом начале нашей работы мы делаем одно очень простое упражнение, которое для меня является очень важным. Я предлагаю актерам отказаться от всего того, чего нас учат. Ну, не учат даже, а того, как нам объясняют, чем должен быть театр, что он должен быть интересным, что мы должны заинтересовывать людей, мы должны привлекать внимание, бороться за это внимание, брать это внимание. Вот говорят, что актер, чем лучше, тем больше внимания он может, большее количество аудитории он может заинтересовать и привлекать, фокусировать их взгляд на себе, этих сотен пар глаз, нескольких сотен. И я всегда предлагаю актерам очень простое упражнение, основанное на том, что давайте мы откажемся от этой борьбы и поймем эту простую вещь. Мы здесь собрались, мы проводим здесь какое-то время, значит, мы априори интересны друг другу. Мы здесь собрались не для того, чтобы что-то сделать. Сделаем мы это помимо всего, это такая дополнительная необходимость, которая, ну вот мы, это некая такая плата за то, что мы здесь проводим время. Вот мы должны за то, что вот нам дают время, место, тепло, электричество, за это мы должны сделать что-то. Но главное не это, не то, что мы сделаем. Это, конечно, важно, это имеет значение, это должно быть, наверное, хорошо. Это все понятные вещи, но самое главное это то, что мы здесь проводим время и мы проводим группы людей, да, какой-то, и мы здесь собрались, наверное, потому что мы друг другу интересны. Хочется в это верить, не потому что нам платят зарплату или там гонорары и так далее, а потому что нам интересны друг с другом и нам, мы интересны, каждый из нас является прежде всего человеком, который интересен. Интересен, мне кажется, каждый человек. Мне так кажется. Я предлагаю очень простое упражнение, которое заключается в том, что вот да, вот мы отказываемся от всего, и я предлагаю актеру, вот у нас есть, допустим, пять человек, И из этих пяти человек четыре – это зрители, а один человек – актёр. Я предлагаю этому актёру просто постоять. Я считаю, что мы говорим о том, какой необходимый минимум, что минимальное необходимо для того, чтобы театр случился, чтобы он начался. И, вероятно, это один человек. Для театра нужно два человека. Есть, конечно, спектакли без актёров, но мы сейчас не про это. Нужно два человека. Один человек что-то делает, другой человек смотрит на то, как этот человек что-то делает. И я предлагаю всегда сказать, давайте делать что-то самое минимальное. Что-то самое минимальное. Откажемся, уберём всё лишнее. Уберём всё лишнее. Действия, слова, переживания, события. Вот все эти вещи, давайте мы откажемся от них. И у нас останется один человек. Необходимый минимум, который нужно делать, это просто стоять. Ты просто стоишь и всё, больше ничего не делаешь. Остальные люди на тебя смотрят. И мы понимаем, что у нас есть столько времени, сколько нужно. Ты делаешь этот театр, стоишь, столько времени, сколько считаешь нужным. У нас есть вся репетиция, и даже больше. Мы можем уйти в ночь и так далее, и так далее. И для меня вот это, на самом деле, это упражнение является ключевым и, может быть, самым важным и самым интересным, когда это происходит. Потому что, ну, для меня в этот момент случается какое-то такое, если так можно громко сказать, ну, какое-то, можно сказать, чудо. Потому что, мне кажется, в театре и только в театре существует возможность внимательно рассмотреть человека, живого человека. Нигде больше такой возможности не существует. Ни в каком другом виде искусства, мне кажется, этой возможности нет. Ну, мы не говорим сейчас про перформанс, окей. Не будем про это. Да, вот театр. И здесь эта возможность есть. И для меня как раз вот это вот простое строение человека является, на самом деле, быть может, самым интересным и самым важным переживанием, которое может произойти в театре. Всё остальное, что мы привносим в это, какие-то тексты, слова, мысли, идеи. Это может быть важно, здорово, интересно. Но всё это лишь какое-то некое дополнение вот к этому изначальному минимуму, который необходим для того, чтобы этот театр случился. Мне, честно говоря, этого минимума достаточно. Честно говоря, как зрителю, как человеку, как режиссёру, большому счёту этого достаточно. Всё остальное может быть, да, может быть, может быть интересно, может быть менее интересно. Но вот это упражнение для меня, в принципе, является, конечно же, ключевым. И, честно говоря, мне кажется, я впервые про это рассказываю публично и не предлагаю как бы это сделать. Но раз уж какой-то новый статус возникает, новый академик и так далее, и так далее, вот я делюсь с вами своим опытом. И этот опыт, это переживание является, мне кажется, самым важным и для человека, который это делает, и для человека, для людей, которые смотрят на этого человека. Потому что, как правило, это происходит в каких-то, ну, это происходит в театрах, где люди давно друг друга знают, они давно знакомы. Но, как правило, в этом упражнении, как правило, 90% из зрителей, зрителей, прежде всего, которые смотрят на актёра, говорят, что они видят его как будто бы впервые, абсолютно по-новому и абсолютно по-другому. Они видят какого-то совершенно другого человека. И это очень, мне кажется, очень здорово, очень, мне кажется, важная вещь. И это очень важное переживание для актёра, которому, наконец-то, разрешают ничего не делать, в хорошем смысле этого слова, которому разрешают отказаться от борьбы. Мне кажется, это важно. И это, конечно же, да, та самая коммуникация, про которую мы говорим. Вот, может быть, именно этим для меня является сейчас театр. Прежде всего, неким пространством, где мы можем какое-то время вступить в коммуникацию. Всё остальное, это всё остальное, мне так кажется. Мы можем говорить про какие-то техники, про какие-то приёмы, про какие-то... Про разные вещи можем говорить. Это может быть интересно. Вот, может, не очень. Но главное, мне кажется, это, безусловно, прежде всего, человек в театре. Вот. И внимание, которое мы... Театр как некая зона повышенного внимания прежде всего к человеку. Это вот место, где наше внимание друг к другу многократно возрастает, мне так кажется. И, может быть, вот это вот одна из таких задач, одно из таких важных условий, которые мы должны соблюдать и создавать каждый раз в театре. Повышать это внимание к себе, друг к другу. Но вообще, принято, как правило, это происходит автоматически. Просто потому, что здесь создаются такие условия. Вот. Что мне хотелось сказать. И, по-моему, про многое можно, конечно, тут говорить. Тем более... И, честно вам скажу, на самом деле, мне кажется, вот самое сильное впечатление от театра, которое я пережил, это совсем недавно было, но это было на видео, но это, мне кажется, была абсолютная история про театр. Как вы знаете, в Италии сейчас объявлен массовый карантин, то есть там люди сидят, все люди сидят дома, и вообще нельзя выходить на улицу. Но что делают итальянцы? Они выходят на балкон и поют песни или играют на музыкальных инструментах. Мне кажется, что вот это вот абсолютно какой-то прекрасный театр в чистом виде. Потому что человек выходит на балкон, и он понимает, что ему не может даже не быть зрителей. вот, но ему необходимо... Необходимо это. Не знаю. Вот для меня это было все... Если говорить про театр, то у меня было последние сильные впечатления, после того, что мне казалось, что как-то, ну, боже мой, у человечества есть шанс какой-то все-таки. Вот, мне так показалось. На этом еще про многое можно говорить, но давайте начнем с этого. Да, ну а теперь мы немножко потревожим это фундаментальное знание здания театра Дмитрия Волкастрелова. Мне поможет Кристина Матриенко. Еще я шел сюда и думал, что вот про этот стаканчик кофе. Еще у меня была такая мысль про театр. На мне написано «Правда кофе». Слово «Правда» такое дискредизированное в нашей стране, потому что у нас много лет входила газета «Правда», в которой не было ни слова «Правда», как мы знаем. Но, тем не менее, это важное слово. Но это сейчас не про слово «Правда», а про этот стаканчик. Как вы знаете, в нем он такой двойной. В нем есть такая тонкая прослойка. Вот если так нажать, то можно и почувствовать. Там прослойка воздуха. По сути, это два стаканчика на самом деле. И там горячий напиток, но за счет этого прослойка воздуха ты не ощущаешь, что он горячий. Мне кажется, театр в том числе может быть такой, этой самой прослойкой, чтобы то, что внутри тебя, не так сильно обжигало. Кристина. Я бы спросила про… Мне странно очень было слышать сейчас про то, как ты видишь современность. Потому что я думала, что это для вашего театра не тематическая принадлежность, например, к чему-то, описанному про сегодня. А это способ вашей коммуникации, собственно говоря. Он является современным. Поэтому неважно, про что пьеса Прешко навсегда. Я испугалась, что ты вдруг говоришь про это вечное… Нет, конечно, это априори, конечно. Априори мы остаемся современным и стараемся оставаться современными людьми. И должен сказать, честно говоря, я, конечно, испытываю на самом деле сегодня достаточно серьезную растерянность перед современностью. для меня очень современность… Одним словом, мне сложно очень… Ну, честно скажу, вот те изменения, которые происходят сегодня в мире, те вопросы, которые на повестке стоят, я понимаю, что… Я просто думал об этом серьезно. И предпоследний номер театра, он был как раз очень… По-моему, предпоследний был про феминизм в театре. И для меня это было очень важное чтение. Потому что я понимал, что действительно во многом современность… Потому что это вопросы, которые нельзя брать со стола, они существуют. И я таким образом понимаю, что автоматически пространство моей… сферы моей деятельности, оно несколько сужается. Поскольку есть темы, про которые я, как белый цисгендерный мужчина, не имею права говорить. Я не могу с ними взаимодействовать, поскольку… Это тоже очень серьезное переживание, надо сказать. Я просто думала, что даже в спектакле про грамоты берестяные или в спектакле, где действительно одни песни из 70-х, 80-х, за счет того, что вы делаете по отношению к этому объекту или материалу, и осуществляется, собственно, современный жест. То есть мне, в принципе, по большому счету, мне всегда важно, про что говорит театр, но в данном случае, мне кажется, что это устройство ваших спектаклей дает мне ключ к любого рода тематизму. Оно становится не то что несущественным, оно существенно, но не оно определяющее. То есть если вы сделаете спектакль про женщин, ну, сделайте. Если вы сделаете его так же деликатно, как и все остальное, то, возможно, там что-то откроется, кроме тематизма. Возможно, конечно, конечно. Да, я уповаю на то, что мы, конечно, продолжаем оставаться современными. Ну, да, это априори, конечно, да. А ваша генеалогия различного рода явлений, типа грамоты, либо диска, либо что-то еще не является таким проигрышем современности, как бы капитуляцией перед современностью? Мы понимаем, что вы делаете все это современными средствами, вы не можете перевести себя в то время, но выбор тематики не является ли знаком того, что вы не справляетесь со сложностью современности, ищете какие-то островки? Может быть. Может быть. Я постфактум думал об этом, когда мы уже там сделали два спектакля по таким очень старым текстам. я думал об этом, почему, в общем-то, мы стали ими заниматься, но я думал об этом в том ключе, что время, в котором мы существуем, ну, скажем так, политическое время, если так сказать, что оно, ну, как бы, это время такого, как бы, адского застоя, в котором, ну, опять же, все так быстро меняется, все очень быстро меняется, и это моя мысль, она уже абсолютно, она абсолютно вчерашняя, да, но вот вчера, там, условно вчера, я думал о том, что это, ну, потому что время такое, что в нем какая-то просовременность неинтересна как-то, вот, неинтересно про нее, вот, в ней как бы ничего такого не происходит существенного и интересного, но это вчерашняя мысль, абсолютно, да. Можно я спрошу, вот, меня интересует всегда все-таки про то, как это сделано изнутри. Я ходила на спектакль «Сосед», и там выступал актер Игорь Николаев, он играет одного из персонажей, отец второго артиста, и меня поразило его выступление, он работал в МДТ в том числе и в разных других местах, он объяснял, как он... Он преподавал у нас на курсе. Преподавал на курсе даже. Вот, я его помню немножко по спектаклям, хотя забыла, когда он стал говорить, я вспомнила. И вот он интересно очень говорил, что он пришел в компанию, как оказалось, довольно чужих, иначе работающих по отношению к нему людей, и объяснял, очень интересно, в чем разница между ним, актером высокой выучки, профессиональным, хорошим, очень артистом, и тем, что делает, например, его сын в этом спектакле. И я эту разницу видела в спектакле, мне кажется, она существенная. Когда-то сейчас стал объяснять, что вот вы там стоите, молчите, или что-то делаете такое, и есть какой-то заговор внутри, связанный с внутренними упражнениями, или не знаю, как это назвать, то, собственно, вопрос заключается вот в чем. Каким образом вы эту психологическую систему, которая все равно вам дана в руки, Додиным и другими учителями, реанимируете, реновируете, что вы делаете по отношению к ней, чтобы у меня было ощущение абсолютной подлинности от того, что Иван Николаев стоит здесь сейчас, а его отец очень хорошо играет то же самое, но все-таки играет. Вот мне хотелось бы, чтобы ты рассказал про внутреннюю технологию такого рода работы. Является она перформативной или нет? Вот в этом на самом деле мой вопрос. Ну а в других спектаклях у тебя такое же ощущение от актеров? Да, конечно, да. Но просто я никогда не видела их во встрече с другими. А здесь увидела, это было видно. У меня в спектаклях не театр-пост. В тюзовском спектакле «Взлая девушка» у меня было ощущение, что люди по-разному работают. Этого никто не видел, никому не интересно. Но здесь было четкое ощущение, может быть, кто-то еще видел спектакль. На премьерных, да, но мне кажется, к концу там выровнялась вся эта история. То есть вопрос, ладно, в частности неинтересно, но делаете ли вы что-то по отношению к тому, чему вы обучены в школе своей, хорошие очень, я считаю, но что-то, что превращает это существование в перформативное? Меня интересует. Я был плохим учеником. Я не уверен, что я... Ну, буквально, если бы я был хорошим учеником, я бы сейчас работал в МДТ. Но у меня это не получилось в силу ряда причин. Начиналось все очень хорошо, а потом перестало получаться в какой-то момент в курсе на третьем, но просто перестало с каждым годом все хуже и хуже в этой системе существовать. Почему перестало получаться? Хотя, на самом деле, у Ивана получалось. У Алены-то, небось, тоже получалось нормально. У Алены получалось, она еще несколько лет работала в МДТ. Что ты сделал с ними такого, что у них стало получаться иначе, хуже, чем их научили? По-другому я бы сказал, почему хуже? просто иначе. Просто эта система, она, ну, скажем так, она, если так как-то сказать образно, эта система про как бы проявленные контрольные отпечатки, напечатанные, напечатанную пленку. В то время как мы, мне кажется, стремимся остаться негативом, но даже не непроявленной пленкой. То есть мы знаем, что там что-то есть на этой пленке, что-то было сфотографировано, но мы не хотим это печатать и проявлять, и печатать, если так образно сказать. Вау. Я не знаю, но как бы это такая, ну, потому что, как мне кажется, в системе Льва Абрамовича нужно стараться быть максимально внятным, максимально внятным, максимально понятным, максимально передающим. Достаточно, очень огромное количество смыслов, которые закладывает Льв Абрамович. И очень много, и, ну, как бы, разборы, которые вот он делает, когда, это было очень интересно, когда мы учились, потому что мы приходили. Вот ты показываешь отрывок, он его смотрит, потом говорит, нет, это все неправильно, разбирает этот отрывок, несколько часов продолжается разбор, очень интересный разбор этого отрывка, а потом все говорят, хорошо, спасибо, понятно, на следующий день, ты там ночью репетируешь по новому разбору, приходишь, играешь по этому новому разбору, он смотрит и говорит, нет, это все неправильно, нужно вот так. Вот и разбирает заново абсолютно по-другому. И так продолжается быть может очень долго, очень долго. И это тоже на самом деле очень интересная вещь, потому что все эти, на самом деле в какой-то момент тебя начинает, на самом деле как бы вот это то, чего когда мы учились, на самом деле, мне кажется, мы не понимали, что вопрос делан не столько в разборе, сколько в твоем понимании множественности этих разборов. Что на самом деле все эти разборы, они работающие. Нет неправильного или неправильного. Смысл в том, чтобы внутри тебя все эти варианты существовали одновременно. И чтобы ты ими реально владел. Чтобы они действительно были внутри тебя. И это очень крутой опыт, очень интересный опыт. А у вас? И главное, чтобы ты все эти варианты, все эти возможности, чтобы ты их транслировал. В то время, как у нас, мне кажется, мы от этого транслирования отказываемся. В какой-то степени. Ну то есть, не знаю, может быть так, можно сказать. Для нас для Фабрама Фабрама, мне не изменяет память, он сейчас говорит, не понимаю. И для него это очень важный критерий. Как бы того, понимаю или не понимаю. Для меня это не такой важный критерий. Я готов к тому, что не понимаю и все не понимают, и окей. Но я так понимаю, что у Кристины был более-менее технологический вопрос. Вы не разбираете тексты? Все те веер-возможности интерпретации, которые вам предоставляла Додин. Это очень сложный момент. Вы пропускаете это? Или все-таки? Я понимаю, это очень сложный момент. Прямо, действительно, очень сложный, когда работаешь с текстом, особенно с текстом Павла Пришко. Я не знаю, что это такое. Правда, не знаю. Но у меня всегда и вот с ребятами, мы когда, ну как бы, ты читаешь этот текст, и в принципе, черт подери, там все понятно. Ну вот для нас нет вопроса того, что... Хотя вот последний текст, ну уже не последний, Комитет грустящего божества, я, честно говоря, в нем еще не разобрался. Я там очень многого не понимаю. Но вот, допустим, в «Соседи», ну как бы там там все понятно, там все как бы все понятно. И нужно просто это взять и сделать. В то время как, ну окей, если про кухню хорошо, в то время как я вижу, что у Игоря Васильевича у него включается такой как бы механизм, который... Это первое, на самом деле, единственное верное впечатление того, что, ну как, понимание, как это все понятно, у него включается механизм, что нет, стоп. Давайте-ка разберемся. И давайте тут доложим каких-то смыслов, которых там на самом деле нет. Но просто это же нужно делать так, ну так, ну в смысле, мы же не зря же как бы тут собрались. Мы должны сюда еще чего-то там добавить. Нужно добавить это, это, еще какие-то смыслы. И в этом плане действительно являюсь как бы противником интерпретации. Потому что я понимаю, что пьесу «Сосед» можно интерпретировать очень по-разному. В то время как, мне кажется, как бы и ценность этой пьесы и многих других текстов Павла в том, что их нужно просто сделать так, как это написано. И все, не надо сюда как бы добавлять свои, пусть даже супергениальные идеи. Остановись. Зачем ты взял этот текст тогда? Я, с одной стороны, слышу подобного рода разговоры в музыкальном театре или в концертном деятельности просто каждый божий день. И каждый раз понимаю всю степень лукапства подобного рода подхода, потому что все говорят, просто играем ноты. Вот то, что композитор написал, просто играем ноты. И любой человек, который сталкивается с любым концертным исполнением, понимает, что просто сыграть ноты невозможно. Лакуны остаются, балансы нужно соблюдать, темпы нужно выбирать. Есть интонации. Существует адовое количество микровыборов. Это технические вещи, правда. Это технические вещи. Быстрее, тише, громче. Но это правда вещи технические. А вопрос вот просто сказать, как это написано, ну вот в Амхате, когда была лаборатория, мы там делали, я там делал с актерами, мхатовскими, текст под названием «Налетела грузь более незваная вот на любовь окаянная». Есть такой у Паши текст. И я специально попросил, меня спрашивали в репутарной части отдавать актерам текст до репетиций. Говорил, нет, ни в коем случае не давайте. Нет, не надо. Мы собрались на первую репетицию. Я сказал, ну давайте вывод за этого, вы за этого, вы за этого. С листа прочитаем. Они прочитали, и все сразу звучало. Вопросов никаких ни у кого дальше не возникало. Дальше самое главное было удержаться в границах этого первого столкновения, первого произнесения этих слов. Потому что Пашины тексты, их нужно просто, правда, услышать. Эту интонацию, эти голоса, это вопрос просто твоего слуха. Слуха к тексту, слуха к реальности, к тому, как люди разговаривают. Потому что мы знаем, да, у Паши очень тексты, как он сам это говорит, ему достаточно послужить, как он говорит в песне «Хозяин кофейни», что ему достаточно послужить человека пять минут, и он может писать, как этот человек говорит. Все. А то, как человек говорит, это, собственно говоря, только кем этот человек является. И нужно просто это услышать, и дальше нужно было, вот остальные репетиции, нужно было удержаться, как бы, да, чтобы вот не было привнесения, да, ну, понимаете. Я знаю, я понимаю, что это, можно говорить, что это лукавство какое-то или еще что-то, но у меня есть, ну, как бы, я честно скажу, у меня есть как бы стойкое ощущение, что вот, когда мы там работаем с какими-то текстами, мы, правда, ставим просто как написано. Но я все-таки зацеплюсь за звук, потому что, ну, мы понимаем, что ты очень внимательно все-таки работаешь с акустической средой, которая не сводится просто к телу, которое стоит в центре твоей театрального мировоззрения или человеку, как ты говоришь, который просто стоит, и это становится основой для любого театра. Ты выстраиваешь достаточно изысканную, очень сложную акустическую среду, звук, который не всегда сводится, там, окей, в пьесах Пришко он сводится к просто произнесению текста, допустим, мы поверим тебе, но ты работаешь с другими текстами, в которых тебе нужно выстраивать эту акустическую среду. Какой, какие принципы? А что ты подразумеваешь под акустической средой? Ну, звуковую среду, ну, то есть... Просто звуковое пространство. Да, звуковое пространство. Либо его отсутствие, либо пустота, тишина, либо оно разреженное, либо учащенное, внятное, невнятное. Ну, тут бывает по-разному, потому что, когда я работаю с композитором, а именно с Митей Власиком, то... Ну, вот с Митей происходит следующим образом, если уж так говорить на чистоту, то мы как-то репетируем, репетируем. Я там болтаю с Митей про то, что мы делаем. Он иногда приходит на репетиции. Потом, в принципе, когда уже практически все как-то уже есть, и Митя говорит, окей, хорошо, я понимаю, что у меня вот здесь вот есть место, вот здесь вот есть какая-то зона, где, может быть, моя работа, где-то вот здесь вот. Ну, допустим, в Беккет-Пьесе там так было, в нашей первой работе. Он говорит, хорошо. Вот мне кажется, здесь нам нужно начать с увертюры. Я говорю, супер, хорошо, давай. Вот. Ну, и он приносит все инструменты, которые он приносит. Разные там смычки, салатницы и так далее, и так далее. Шарики металлические и прочее, на которых актеры начинают играть. Или он говорит, вот здесь тоже у меня есть некое пространство, где может звучать музыка. Ну, или как было со спектаклем «Поле». Допустим, там была, мне кажется, Митя там предложила совершенно прекрасную штуку, которую практически невозможно, на самом деле, понять и считать, потому что, собственно говоря, музыка, которая начинает звучать во второй части этого спектакля, хотя мне очень не нравится вот это деление на две части, но окей. Ну, вот после какой-то точки бифуркации, которая случается в пьесе, когда Марина стоит и не знает глобально, что ее делает дальше, как бы структура спектакля меняется. И вся музыка, которая это учит дальше, она напрямую зависит от того, какие числа выпадали, какие сцены выпадали в первой части. Это как бы Митя на решение, Митя на предложение. После того, как он посмотрел все, что у нас есть. Потому что просто он тонкий художник, тонкий музыкант, мне кажется, у нас есть понимание того, что мы делаем вместе. Что касается давно, если так я ответил, про звуковую среду. То есть это часто вот такая вот, да, такая история, или там вот как в пермских богах, там все его предложения, мне кажется, может быть, это, это, это. И мне кажется, не было ни разу случаев, когда мне сказали, типа нет, Митя, нет, это какая-то фигня. Мы этого делать не будем. Любопытно, что на вот этих спектаклях сейчас, на «Двух перстнях» и диджее Павле были разные зрители в ЦИМе, в том числе такие молодые девушки, феминистки, которые очень злились и говорили, что это все вот питерские мажоры и элитистское сознание мы видим перед собой, мы видим, как художник, на самом деле, презирает зрителя и отгораживается от него. Меня это поразило, я сидела просто рядом и слышала это недовольство, но я вдруг стала думать, действительно, заботит ли вас действительно эта коммуникация. Я имею в виду вот тот тип театра, который сегодня народился, уже после вас, который делается руками 25-летних, и он совсем как бы простой в эстетиках, он не такой, как у вас, он не про общее смотрение на какие-то красивые рисуночки, на диапроекторе или слушание песен, другой, тематически, опять же, очень часто, и радикально в своих высказываниях, а в эстетике наивной. И вот они это воспринимают таким образом. Меня это поразило, но у меня даже не вопрос, а просто, наверное, как бы про коммуникацию, когда ты говоришь, и про то, что, например, в последних своих работах вы отказываетесь от слова режиссер, ты пишешь, что все горизонтально, все участвовали в создании. А думаешь ли ты вообще о других людях, о тех, которые пришли, может быть, просто вот так с морозом на твой спектакль и испытывают такого рода чувства, которыми я сейчас поделилась с тобой? Мне очень жаль, что девушки со мной не поделились этими чувствами. Мне было бы очень интересно на самом деле с ними поговорить и услышать их точку зрения и их понимание этой ситуации. Девушки вообще плохо делятся своими чувствами. Почему? Особенно феминистки. Нет, она делилась целый час всем со мной. Вау. Поэтому мне сложно им ответить, потому что у нас не случилось диалога. являетесь ли вы высокомерными снобами. Вот в чем мой вопрос. На самом деле. Лично меня очень часто упрекают в том, что я высокомерный сноб. Я помню, у меня был случай. Однажды я жил в общежитии, когда учился. Про какашку? Нет, это не про какашку. Это про другое. В общежитии у нас мы жили на шестом этаже. Это был самый последний этаж. И там, поскольку на пятом, шестом этаже находился спортзал, у нас был пятый, шестой этаж, они были такие по полэтажа, то есть там было очень тихо и спокойно. Не как там на третьем этаже самая движуха шла. У нас было еще долго идти до шестого этажа, потолки высокие, большие лестничные пролеты в общаге питерской. Там был очень такой тихий этаж, такая лакуна, там вот жили в одной комнате мы и девушки, художницы, продюсеры и так далее. И как-то все там было очень тихо, спокойно всегда. Кроме одного года, когда там жили, по-моему, буряты. Национальная студия, да. Да, национальная студия, они там чуть-чуть бузили. А так, в принципе, была тишина и гладь. И я помню, что однажды, ну, серьезно, абсолютно, там просто коридорная система, то есть душ и туалет, они на этаже. Вот. И раковины тоже. И кухня тоже на этаже, все это все общее. То есть все по комнатам живут, а все места общего пользования. И я стою в тазике, стираю какие-то, значит, свое белье какое-то, и рядом с нами становится девушка, и что-то мы стираем как бы вместе молча. Вот. И она говорит, стирает, стирает, говорит, говорит, знаете, Дмитрий, мы на этаже считаем, что вы очень высокомерный. Я даже не понял, чем я заслужил это на самом деле, скажу честно. Я не понял. И она сказала, ну, извините, пожалуйста. Очки, может быть, выражения лица. Я не знаю, может быть, выражения лица, но, может быть, на самом деле просто потому, что я действительно как бы, ну, в смысле, я просто как-то, ну, особенно как-то не тусили все вместе. На самом деле не потому, что я высокомерный, потому что мне как-то, ну, сложно вступить в такую коммуникацию с человеком. Сколько вам лет, вы, простите, в общежитии? Ну, 23, наверное, где-то так. Вот. Ну, а за стиркой нормальная коммуникация прошла? Ну, с ее стороны, да. Я как-то, ну, тоже, да, вступили в коммуникацию, да. И вы теперь всегда при встрече с женщиной? Что я всегда? Начинаете за стирки? Для меня, на самом деле, такой театр, это очень такой важный, как бы, ну, инструмент коммуникации, потому что, ну, если честно, я бы, если бы не театр, я бы сидел дома, как бы, и вообще, и не выходил бы никуда. С завтрашнего дня мы сделаем это все. Мне сегодня ехать в Питер репетировать, поэтому, вот. А у нас там в репетиционной комнате больше 50 человек собираться не будет, так что мы продолжим, наверное, я думаю. Если можно, я зацеплюсь еще за одну важную вещь в отношении театра Локострелова, которая сейчас прозвучала, это взаимодействие, ситуации страха, когда театр становится либо формой преодоления, ну, может быть, не преодоления, но какой-то работы со страхом, то тело, которое вы выставляете в качестве актера, которое становится центром этого театра, оно боящееся, оно опасающееся, или это, наоборот, смелое, геройское тело. Со страхом работает кто режиссер, актер, зрители, и в каком, ну, в какой последовательности, в каком формате, что ли, в какой конфигурации это происходит. И откуда берется, ну, то есть, откуда берется страх, глупо говорить, но вроде бы театр довольно защищенная ситуация и закрытая, вроде бы бояться нечего. Как туда проникает страх? Ну, на самом деле, всегда есть, конечно, ничего бояться, и как режиссер, я, честно скажу, я всегда стараюсь максимально обезопасить актера, максимально. Мне кажется, это важным. То есть, это принципиально не перформанс, который ставит... Другое дело, что, допустим, в спектакле, конечно, и диджей Павел, и Два перстня, это невозможно. Это действительно невозможно, потому что, в том числе, потому что и три участника этого спектакля, это не актеры, это люди, которые вообще впервые в своей жизни вышли играть спектакль, тем более такой спектакль, где теперь нужно танцевать. Это для всех, на самом деле, очень серьезное, сложное, тяжелое переживание. Да и для меня, в том числе, на самом деле, потому что я знаю свои таланты танцора, черт подери. Танцовщик. Да, я в курсе всего. Да. И для меня это тоже очень, как бы, очень сложное переживание. Это действительно очень сложно в это, как бы, сделать первый шаг. Это действительно очень страшно. Особенно поначалу. Сейчас уже чуть полегче, а поначалу, ну, я лично сидел, и у меня просто, как бы, ну, потели ладони, и, как бы, я понимал, что вот сейчас начнется это, и мне нужно будет, как бы, это сделать. Вот. Но поскольку, поскольку мы внутри, у нас есть абсолютно полное доверие друг к другу, и взаимопонимание, и так далее, и, ну, все, как бы, все очень важные вещи у нас есть, мы понимаем, как бы, во-первых, почему мы это делаем, для чего мы это делаем, и страх отступает, мне кажется. Но при этом мы понимаем, что, по крайней мере, на том спектакле, на котором был я, диджея Павла, из публики вышло потанцевать три коллеги, и одновременно слышал, что там, в Германии, там был настоящий танцпол, просто... Их было мало. В Германии был полный танцпол, какой-то абсолютный аншлаг. Вы, получается, не справились с задачей снять страхи? Дело в том, что у нас внутри спектакля у нас не стоит задача сделать так, чтобы все вышли танцевать. Это не является ни в коем случае нашей задачей. Наша задача не является сделать так, чтобы спектакль превратился в вечеринку. Нет, для нас в этом спектакле важен текст, который там есть. И, в общем-то, на самом деле, мы в этом спектакле являемся в какой-то степени неким фоном для этого текста, который там, для той истории, которая в этом спектакле есть в тексте. Если бы мы хотели бы всех вытащить на танцпол, я думаю, мы бы это сделали. Более того, когда в ситуации, когда выходят люди, у нас просто есть внутренняя договоренность, что мы не вступаем с ними в коммуникацию. Мы продолжаем свою историю, которая у нас есть. В Германии был особенный случай, там все очень ждали, когда приедет диджей. Они все ходили, где же диджей, когда он приедет. Там действительно, когда в середине первой песни один человек, ну и там, да, потом все начали. Не потому что, просто потому что они хотели танцевать, потому что они в Дрездене и у них, вот, возможно, вот. Вот, сейчас я ответил, да, нет задачи. И для нас, как раз, очень важно, чтобы это не превращалось, на самом деле, для нас важно, чтобы это не превращалось в вечеринку. И более того, у нас были опыты, когда ты понимаешь, что там все очень так, драматургом так сделано в этом тексте, что в какой-то момент люди прекращают танцевать сами. У нас были в России опыты, когда люди выходили танцевать и ни один человек, ни три коллеги, как ты сказал, да, чуть больше люди танцевали, танцевали, танцевали. И в какой-то момент они понимали, что нужно перестать это делать. Вот. И это ситуация, в которой ты не чувствуешь страха, с которым ты пытаешься работать, или театр, твой театр пытается работать с испуганным кем-то, с испуганным то ли тобой, то ли зрителем, то ли актером. Я до конца не понял. Ты просто сказал в какой-то момент, что ситуация театра это ситуация работы со страхом. И я пытаюсь разобраться, в какой момент кто боится и как ты с этой ситуацией взаимодействуешь. Мне кажется, мы все чего-то боимся. Вот. И театр для тебя такое сохранное место, где можно не бояться. Где можно с этим страхом. Он никуда не уйдет. Он всегда останется. Мы не перестанем бояться смерти. Это естественно, это инстинктивно. Это инстинкт, который у нас заложен. Природой мы поэтому сейчас здесь находимся и сидим. Потому что мы этого боимся. Но с этим можно работать просто. С этим можно понимать. Потому что, когда мы делаем это упражнение, мы иногда говорим о том, что это вам кажется. На самом деле, что это очень такое пафосное, громкое заявление про этого человека, который стоит, на которого мы смотрим, который вроде бы нам кажется ничего не делает. Но на самом деле, мы же прекрасно понимаем, что на самом деле, пока мы на него смотрим, он с каждой секундой все ближе к смерти. И это с ним происходит. Этого страха от него не избавиться. Но с ним можно работать. Хорошо, я, в общем, готов. Помимо всех остальных страхов, которые есть, страх бояться оказаться неинтересным, страх для актера, там оказывается скучным и так далее, и так далее. Это тоже все преодолевается. С этим тоже можно все, да. Вопросы? Дим, я хочу спросить. Вот ты говоришь, что в отличие от других людей, актеров, которые прошли школу и которые хотят выразительности, то есть проявления фотографии, а ты хочешь, чтобы это осталось на негативе, тем не менее, тем не менее, главная для тебя является коммуникация. Ведь для Доди нас тоже является коммуникацией. И он говорит, я не понимаю, имея в виду, так сказать, этот способ общения, который вдруг ему кажется, что он пропадает. Я хочу, чтобы ты все-таки сформулировал тот особый тип коммуникации, потому что это самое главное на самом деле. Стоит он или является актером, который танцует в драматургии при Шко, лишенного текста вербального, имеющего драматургию и музыкальную. И это очень действительно важно. Вот я первый раз смотрела в отличие от прогрессивной публики диджея Павла и видела, как замечательно, что никто не вышел танцовать, потому что это были не, так сказать, равные нам люди. Они были нам равные, но это были люди, у каждого, у которых была своя роль в этой постройке, в этой структуре и в этой композиции. Вот я хочу, чтобы ты, если можешь, сформулировать вот тот особый совершенно тип коммуникации, который ты практикуешь в своем театре. Если это негатив. Если это негатив. Пардон. Ну, даже не негатив, да, это даже просто непроявленная пленка. Да, непроявленная. Я не знаю, насколько на самом деле уместен этот образ, который только сейчас мне пришел в голову. Может быть, это абсолютно дурацкий. Надо подумать еще над этим. Но не до конца поплаченный как-то. Ну да, 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 да. Ну, мне кажется, сложно, не знаю, как ответить на этот вопрос. Ставит меня он в тупик. Что это такое? Что это за качество? И возможно, это просто-напросто слова и возможно, как бы коммуникация у нас примерно на одной этаже. Вот. Вполне возможно. Но мне кажется, что все-таки нет, потому что… потому что мне кажется, что мы внутри себя на самом деле, когда работаем, мне кажется, никогда до конца не формулируем, что же, в общем-то, это тут происходит, мне кажется. что-то мы формулируем, говорим это, 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 но какого-то, боюсь, какого-то однозначного ответа мы друг другу не даем никогда. что это, собственно говоря, мы тут делаем, и ради чего мы это все тут делаем, и что мы хотим сказать. Мне кажется, что мы избегаем этого, мне так кажется. Вот. поэтому, может быть, эта коммуникация не столь проявленная, не столь очевидная, не столь буквальная, что ли. Она как бы у каждого как-то своя, какая-то может возникнуть. Мне кажется, вот, извините, что я это сказал, мне кажется, вот, я, может быть, ошибаюсь, может быть, мне можно поправить, может быть, я не прав. Мне просто кажется, что не так. Есть спектакли, мне кажется, которые мы делали, в которых существует прямое заявление. И на этих спектаклях я чувствовал в конце, ну, понимал, как бы, слушал в конце Божьей Мой овации, допустим, да, вот там, в конце спектакля «Новый мир», да, там действительно существовало такое прямое, очень явное высказывание, потому что, ну, потому что этот спектакль, он сложился в той ситуации, в которой он сложился, в тех стенах, где он, как бы, сложился, где он репетировался, театр на Таганке, это всегда какой-то театр такого прямого высказывания, может быть, поэтому это произошло, может быть, это произошло, потому что в стране происходило то, что происходило тогда, вот, пять лет назад, и там действительно, а может быть, просто потому, что я шел по улице, у меня на шафле выпал трек финальный, который в конце играл группы Daft Punk, вот, и я как-то к нему прислушался и понял, что, возможно, это эпилог этого спектакля, вот с таким вот заявлением, и когда, и с актерами, когда мы репетировали, и разговаривали, и перед, с каждым спектаклями, я говорил, что вы понимаете, что наша задача в этом спектакле, чтобы сделать так, чтобы зрители проколосовали за эпилог, а это наша задача, прямая задача, которую мы должны сделать, вот, поэтому, как бы, в конце этого спектакля, как-то, я чувствовал некое единение в зале, вот, но таких случаев было раз-два и обчелся, как правило, как правило, почему-то скорее избегаем таких формулировок. Я прицепилась к этому слову, потому что, когда тебя спросили про современный театр, я сказала, что, пожалуй, ну, это тоже, может быть, так сказать, несколько огрубляя, я сказала, что главное, что это коммуникация, мне как раз казалось, и понятно, про новый мир, и понятно, понятно, я немножко не про то, мне как раз казалось, что в других спектаклях, которые не в этом проекте, ну, более твоих спектаклях, так сказать, а которые на своей территории сделаны, там как раз вот эта проблематизация этой коммуникации, ее возможность или невозможность, и вот это зависание и является как бы саспенсом этих спектаклей. мне кажется, что в этом как бы есть нерв такой, ну, как всегда, в твоих спектаклях очень потаенный и необнаженный, поэтому коммуникация как проблема, а не как вот такая очевидность, которую демонстрировал, транслировал папа Ивана Николаева, добавляя, так сказать, какие-то оттенки, нюансы и так далее, подтексты, может быть, намеки, ассоциации, неважно, целую гамму, чувств, которые мне любящие, просто другой, как сказать, мне это было не нужно, ну, окей, как говорится, в этом был тоже свой конфликт, драмат такой режиссерский, который ты предполагал и который реализовал. Ну, на самом деле, мы стремимся с Игорем Васильевичем, чтобы это исчезло. Ах, вы стремитесь. Да. Нам бы этого хотелось. Да, но вы еще не достремились, поэтому я это сочла как, так сказать, как некоторые... И на самом деле, он проделал огромную работу, на самом деле. Понятно. Ну, ладно, я не буду цепляться, потому что это... Я уцепилась только потому что тебе... Ты сказал, что в этом есть на сегодняшний день, когда реальность действительно очень трудна, и я не поняла, почему тебя так потряс и, так сказать, задел этот несчастный феминизм, он же вообще, на самом деле, проблематика мейнстримная и абсолютно уже, так сказать, находящаяся в другой современности, в современности, которой ты не занимаешься. Ты занимаешься глубинными, какими-то очевидными вещами современности. Брестяные грамоты или что-то, или прыжко. Это другая современность. Она та же современность, но она не мейнстримная. А поэтому в этом смысле коммуникация как раз является, ну, не знаю, некой потребностью или неким проводником, который каждый раз решается в твоих спектаклях как проблема, как вопрос. Не то, что она состоится, не состоится. А вообще возможно ли она? Не потому, что там кто-то скучный или веселый, а потому, что в современности это и является одной из таких неопознаваемых чувств и возможностей сообщительности. Я доходчиво-то говорю? Ну вот, пардон, ну я так просто... Ну, тут я согласен. Зависание, да, какое-то, да. Есть еще вопросы, друзья? Я позволю себе вопрос. К разговору о профессиональной рутине. Мы понимаем, что Дмитрий Алкострелов производит, конечно, невообразимое количество продукта театрального. Как поддерживается свежесть, интерес ко всему этому? И я так понимаю, что это рутина, которую Алкострелов создает себе сам. Это не только заказы, которые на него валятся со всех сторон, и он просто вставляет их в свое расписание и их реализует. Но в том числе это самостоятельный способ работы, когда производится много малоформатных, мобильных, доступных продуктов каких-то спектаклей, не спектаклей. Есть ли какой-то элемент колеи и рельсов, по которым ты катишься, или это каждый раз удивление, каждый раз сюрприз, и каждый раз какая-то задача? Ну, во-первых, что касается того, что сыпься заказы, это не совсем так. Тем более? На самом деле нет. На самом деле в стране не так много театров, которые готовы сотрудничать и которые предлагают что-то. Должен сказать, что действительно мне очень повезло в том плане, что у меня не было никогда ситуации, что я стучался в двери театров и просился что-то сделать. Такого не было никогда. И более того, когда мне очень повезло с тем, что мы вначале сделали какие-то свои спектакли, а потом меня позвали в государственный театр, театр юного зрителя, я там делал спектакль, упоминавшийся здесь «Злая девушка». И это было очень важно в том плане, что я понимаю, в какой жуткой на самом деле ситуации находятся выпускники театральных вузов, режиссеры, которые заканчивают и дальше им нужно идти в эти театры и делать там спектакли, а там везде есть свой контекст, везде есть то, нужно делать такие спектакли, тебе предлагают поставить такую пьесу и так далее. У меня такого не было никогда. Единственное, что мне предлагали это, допустим, тему. В театре нации был сезон русской классики, русских, и мне Роман Павлович говорил, да вы поставите Островского или еще что-нибудь, как-то вот так. Я думал, думал, давайте сделаем спектакли про русский романс, чем не русская классика, давайте разберемся с этим жанром, очень интересно. И у меня действительно не было никогда, когда я пришел в театр юного зрителя, я пришел как человек уже с некой какой-то программой, пониманием, видением театра и так далее, и так далее, не каким-то случайным человеком. Это было очень важно на самом деле, и мне в этом плане очень повезло, очень повезло, спасибо всем тем людям, которые писали об этом, о тех наших спектаклях и так далее, и так далее, которые там привезли на золотую маску, там запертую дверь привезли на первый спектакль, который мы сделали, привезли в неконкурсную программу, мы показывали его в Доке на Трёхпрудном. Это очень важная вещь, когда ты приходишь в театр, и ты уже не кто-то, а ты человек, который ездил на золотую маску, и уже понимают, что это всё не случайно, ну, наверное, вот такой театр, ну, ему можно такое делать хорошо. Вот с этим прежде всего очень такое было важное, и на самом деле кажется, что когда заказов нет театров, может быть, пальцев в одной руки хватит пересчитать, которые меня приглашают, или в которые я могу прийти и сказать, допустим, в Театр Юного Зрителя, как в Петербурге, как неудивительно, когда я могу позвонить Адольф Яковлевичу Шапира и сказать, Адольф Яковлевич, вот есть такая история, давайте сделаем спектакль про Розенкранс и Гриденцетверна. Не знаю, что это ещё будет, но вот хочется про этих двух, потому что есть два актёра, с которыми мы работаем, и давайте, я с ними хочу поработать, вот что-нибудь про этих, потому что когда мы начинаем репетировать, не было вообще никакой идеи, что это может быть. Был как бы, где-то там стоппорт лежал как бы с его пьесой, который, конечно, невозможно поставить, потому что там много действующих лиц, ну и как-то вот давайте поразмышляем про этих персонажей. Изначально была идея, которая вылилась в спектакль, какой вылилась. И таких театров, на самом деле, раз-два я обчёлся, в которые я могу прийти и сказать, вот давайте, я что-нибудь у вас сделаю. А всю остальную работу, ну как бы, да, мы обеспечиваем, ну как-то вот просто так складывается. И для меня это, на самом деле, вообще нисколько не рутина. Вот, это важно тоже, что это не рутина совсем, потому что это каждый раз какая-то, ну как бы что-то абсолютно новое. и это тоже очень сложный момент, очень сложный момент, как бы, потому что тебе нужно каждый раз себя заново переизобретать. И это очень сложно, потому что у тебя очень ограничен ресурс на это. Ты делаешь что-то и понимаешь, так, стоп, мы так уже делали в каком-то из спектаклей. И это очень сложный момент, для меня очень такой действительно сложный момент, это вот переживание такое вот такого, изживание себя такого модернистского сознания, модернистского художника, который каждый раз должен делать что-то новое, новое, новое. Так он еще не делал. Он делает теперь вот так. Теперь делает вот так, теперь делает вот так. Это сложно. И действительно, в какой-то момент я понимаю, что мы сейчас делаем спектакль, и я понимаю, что в этом спектакле есть очень большая связь с тем спектаклем, который мы делали. И для меня это сложные переживания. Мне сложно в какой-то... То есть я думаю о том, что тебе необходимо делать как художнику. Или открывать новые территории, или культивировать ту территорию, которую ты открыл. И делать так, чтобы там росли, чтобы она плодоносила все больше и больше, чтобы помидоры становились размером с дынью на этой унавоженной почве и так далее. Это сложный момент. Но вот за счет того, что ты просто, наверное, об этом думаешь и с этим работаешь, наверное, это никак не может превратиться в рутину. Наверное, я надеюсь. Да, это продуктивно, конечно. Это постоянно стоит тебя под вопрос. Просто вопрос про рутину как раз в том и заключался, что даже те люди, которые склонны к рефлексии, к пересмотру собственных методов, собственного способа работы, они зачастую лишены такого люкса. Они должны моментально сдать следующий макет, я не знаю, провести следующий кастинг, и подписать следующий контракт. И это ставит значительное ограничение на рефлексию. Тем более для такой плотной компании, как ТеатрПост, допустим, из слаженного коллектива, где очень слабые шоки извне. Вы работаете вместе, и у вас нет челленджа внешнего, который заставляет вас пересматривать собственные методы, и это требует только внутренней дисциплины или внутреннего какого-то импульса и посыла. Тут, на самом деле, как раз именно благодаря ТеатрПост такая возможность существует, потому что ТеатрПост – это люди, которым я безгранично доверяю, и которые, как всегда, являются полноценными соавторами спектаклей, на самом деле. И даже когда мы работаем в государственных театрах, я всегда стараюсь, допустим, или Алену позвать как ассистента режиссера. Мы просто прекрасно помним, это, на самом деле, очень важный момент, когда ты понимаешь, когда мы делали любовную историю, и мы с художником Яковом Кужданом, вот у нас было сценическое решение, вот оно было, у нас должен был висеть задник, он должен был там висеть задник, такой старый театральный задник на этом спектакле. И мы искали, нам привозили, мы вешали. И в какой-то момент, как бы, Алена Старостина, которая была актером в этом спектакле, актрисой, она деликатно подсела и сказала, а может быть, не нужен вообще задник? Мы такие, правда, он правда не нужен, спасибо. И такого достаточно много происходит, часто происходит. И я поэтому всегда стараюсь говорить, что это не мой спектакль, это наш спектакль всегда. Есть вопросы еще у кого-нибудь? Тогда у меня, собственно, есть один вопрос. Вы читаете какие-то тексты теоретические? Потому что театр Волкострелов все-таки довольно концептуальный театр. Насколько он опирается или вдохновляется текстами теоретическими, философскими? Есть ли какие-то процессы и процедуры внутренние, которые ангажируют теоретическое знание в практику? Ну, что-то, конечно, читается. Батрияр, кроме Батрияра. Ну, ты тоже давно, давно не перечитил, кстати говоря, что там последнего. Эмунтипированного зрителя я читал, кажется. Ну, читал, да. Ну, еще что-то читал. Ну, конечно, читаешь. Не так много, как хотелось бы, на самом деле. Хотелось бы больше. Ну, да, конечно, без этого. Ну, а как? А как без этого? Ренсьера, да. Ну, последнее что-то было, да. Современность без этого не существует. Что там еще? Ну, это вот Доллара я читал последнего. Про голос. Ну, потому что хотели делать спектакль про голос, но сейчас пока это отложили, мне кажется. Там были хорошие штуки какие-то у него. Ну, конечно, да. Конечно. Но, к сожалению, мало. И, мне кажется, с возрастом, как бы, чем дальше, тем как-то сложнее это все понимать. Серьезно говорю. Никто не умеет. Я помню, раньше как-то читал Батрияра, как-то и нормально. А сейчас, когда я понимаю, что я читаю, мне как-то надо больше ресурсов на это тратить как-то. Что-то в мозгу, какие-то процессы. Происходит как-то стареешь. Хорошо. Спасибо большое. Мы благодарим нашего первого нового академика. Мы благодарим за этот разговор, за этот рассказ. Я стараюсь к этому относиться иронично. Мы относимся к этому еще более иронично. Спасибо. У нас есть, на самом деле, я должен сделать очень важный рассказ, что в этом году у нас было два новых академика. И со вторым из них, с директором центра имени Мерхольда Еленой Ковальской, мы должны были встретиться 31 марта. Мы отменим эту встречу, но обязательно организуем в другой ситуации, более благоприятной. И мы пора спросим ее так же пристрастно, как сегодня Дмитрия. Дмитрий, спасибо. Спасибо большое. Спасибо.